Не забудь подписаться на канал и поставить лайк этому видео, а мы начинаем! Всем привет дорогие друзья! Из сегодняшней мотивации на уборку нам понадобятся перчатки, так как сегодня мы будем испытывать средство Азелит. О нем говорит весь ТикТок, возможно и Ютуб. Я видела только бурные обсуждения и испытания в ТикТоке и решила тоже его испытать. Испытывать мы будем на нашей плите. Сначала мы снимаем решетки, вот эти крышечки. Газовые комфорточки. Вы посмотрите, лежит таракан и лапами шевелит. Будет убийство таракана. Ужас какой! Не можем мы от них никак избавиться. Не знаю, все уже перепробовали. Купили порошок, отраву. Не знаю, будем сыпать. Может быть убьется. Сначала мы помоем плиту. Просто моющим средством для мытья посуды. Так как плита не сильно грязная. И хватит только вот этого простого средства. И переходим в ванну. Надеваем перчатки обязательно. Читаем способ применения. Нанести и подождать 30 секунд. Либо смыть и пошоркать. Мы будем наносить. Прям сильно пены много буду делать. Потому что решетки я чищу не так часто. Мне кажется, я их вообще за время пребывания в этой квартире за 3 года раза 2 может чистила. Вот такая я застранка. Стыдно, но ничего. Я же мою. Я же стараюсь. Что делать? Слегка пошоркаю щеточкой железной. И попробую смыть. Посмотрю эффект. Вот эти вот от газовых комфорта крышечки. Они хорошо быстро отмылись. Потому что жира там не так много. На решетках, конечно, намного больше нагар. Маленькая решеточка. На ней практически не осталось никакого жира. Чуть-чуть пришлось мне поработать металлической губочкой. А вот на большой решетке, конечно, там пришлось на второй раз набрызгивать. И подождать еще немного. И на маленькую еще немножко нанесла. Пошоркаю в местах, где не разъела жир. И все хорошо шоркаю железной губочкой. Все хорошенько смываем. Первая решеточка у нас отмылась. Очень даже хорошо. А вот с этой, конечно, проблематично. Потому что нагара много. Здесь расположены основные комфортки, на которых я готовлю. И поэтому, конечно, лучше вообще всего я читала, что нужно прокаливать. Перед тем, как использовать. Но такую решетку мне не прокалить. Как смогла, оттерла, отмыла. Собираем нашу газовую плиту. Показываю, что жира никакого нету. Все хорошо отмылось. Первая решеточка очень хорошо отмылась. Даже краска, представляете, отпала. А вот с этой, конечно, есть проблемы. Переходим к духовке. Духовка это вообще мой страшный сон. У меня нет привычки ее протирать после готовки. И поэтому она, конечно, в очень страшном состоянии. Решетку я сразу унесу в ванну. Положу, чтобы потом ее помыть. Убираем противень. И показываю, какой стыд и срам у меня творится в духовке. Конечно, духовку я не подумала даже нагреть. Я ее стала мыть холодной. И потом, конечно, я поняла, что в дальнейшем, когда я буду мыть духовку, я, конечно, ее лучше разогрею, чтобы она была теплая. И чтобы жир лучше отходил. Но сейчас это будет пробный такой вариант. Итог, конечно, не супер-пупер гениальный. Но хотя бы на какую-то долю стало чище. И давайте посмотрим, что получится. Я обильно опрыскиваю средством. Тряпочкой хорошенько разнесу для того, чтобы какие-то места, которые не задело средством, тоже средство попало туда. Лучше, конечно, сразу хорошо после готовки протирать. Но у меня вот нет такой привычки протирать духовку, к сожалению. И все хорошенько шоркаю просто тряпочкой. Никакой не щеточкой, просто тряпочкой все шоркаю. Но я понимаю, конечно, что тот нагар, который у меня сейчас там существует, я, конечно, его сразу не смою. Это надо не один раз духовку мыть. Но сегодня у нас будет первый пробный такой вариантик. Посмотрим, что из этого выйдет. Стекло отмылось на ура. Даже ничего щеткой шоркать не пришлось. Прям вообще хорошо. И духовка внутри, конечно, первый такой верхний слой жира хорошо сошел. Но в следующие разы надо будет разогревать духовку и домывать, если прям до идеала доводить. А здесь я включила посмотреть, какого цвета вода становится, когда я полоскаю тряпку после того, как в духовке протираю. Вода, конечно, да, грязная. Давайте посмотрим. Стекло у нас чистое. Очень даже меня порадовал этот результат. Внутри верхний слой отмылся. Но видно, что есть такие пятна, что это все равно еще не идеальный результат. Да и идеала вообще еще топать и топать. Еще не один раз. Но в следующий раз мы с вами разогреем ее и проверим результат на разогретой духовке. А сейчас мы пойдем с вами в ванну. Отмывать будем вот эту решетку. Эта решетка у меня вся в нагаре. Я ее тоже не чищу, как вы знаете, там постоянно. Вот если прям нахлынет на меня, я, конечно, ее чищу. Все убильно опрыскиваем. Пена, которая образуется внизу, да, стекает. Я ее тоже намазываю. Жалко, чего добро пропадать. Все хорошенько шорком. Видите, сколько у нас нагара. И пробуем смывать. Смотрим результат. Результат, конечно, есть, но по-хорошему бы тоже ее прогреть и попробовать с прогретым. Но я поняла, что я попробую еще сделать хомистаром. Брызгаю хомистаром. Он тоже хорошо справляется с такими загрязнениями. И чистим также щеточкой. Очень неудобно в соединениях, да, чистить. Вот если эти прутики очень удобно чистить, а вот соединения именно прутики неудобно чистить. Там у меня остались кусочки нагара, к сожалению. Не было у меня уже столько много сил и времени для того, чтобы прям до идеала доводить. Потому что время было поздний уже вечер. Я уже устала. У меня был такой насыщенный день. Вот видите, сверху на прутиках остался нагар. А так, в принципе, чистенькая решеточка. Недоделкиная в этот раз. Духовку не доделала. Прутики вот эти вот. Недочистила решетку. Но ничего. Начало положено. Хотя бы хоть немножечко стало чище. Надеюсь, вас это не разочарует во мне. Складываем в духовочку наши подносы. Противень. Надышалась я, конечно. Он не так резко пахнет, а зелит, но все равно пахнет. И для завершения вечера я уберу рабочую зону. Уберу сначала все с сушки. Разберу в сушилке посуду. Расставлю ее аккуратно, красиво. По мере возрастания. Маленькие тарелочки, средние и большие. Убираем посуду в мойку. Ложки, вилки убираем. Убираем на место. И моем наши кружечки. Это моя маленькая кружечка. А вот эта большая, сережная. Я ее дарила ему на день рождения. Ее очень удобно мыть, потому что она такая большая, массивная. Но ничего. Споласкиваем тряпочки. Фиолетовой тряпочкой я мыла духовку, плиту. А розовой тряпочкой я протираю поверхность, рабочую зону. Домываем посуду. Ксюша вечером кушала гречку. Пила водичку, бутылочку споласкиваем. И убираем все с мойки. Будем ее мыть универсальным средством из FixPrice 10 в 1, как обычно. Мое любимое средство, которым я всегда пользуюсь. И растираем средство по раковине, чтобы оно немножко подействовало. Все хорошенько натираем. Запах мне нравится, прям чистоты. Мне очень нравится такой запах, когда пахнет именно вот какой-то хлоркой, вот чем-то таким. Прям стерильность для меня. А какой у вас запах чистоты? Напишите в комментариях. Если не сложно. Я уже такая уставшая. Время уже почти час ночи. Я озвучиваю ролик. Надеюсь, что он выйдет завтра. Тряпочка чистая. Убираем ее сушиться. Составляем все на раковину. Моющие средства. Мыло жидкое и губочки. Протираем поверхность рабочего стола. Убираем посуду в сушку, чтобы она не мешала. Кружку оставляю, потому что буду пить чай, чтобы передохнуть немножко и лечь спать. Весим новое чистое полотенчико. Поправляем все. И время у нас почти 12 часов. Вот вот столько я закончила. Начала я в 10 вечера, закончила почти в 12. Помыли мы с вами плиту, отмыли решетки. Чайник я не помыла, кстати, забыла я про чайник. Ничего, в следующих уборках обязательно помоем. Привели рабочую зону в порядок. Помыли духовку, хоть и не идеально, но хотя бы минимально стало чисто. И на этом я буду с вами прощаться. Я надеюсь, я вас смотивировала. Всем пока-пока. Ну что, дорогие друзья, а на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Пишите свои комментарии. Кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь. Ссылочки на мои социальные сети всегда есть в описании. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok